Сорю небесный, утешителю души истинный. Чин освящения крестов начинается со всеобщей молитвы. У Крестово-Зижинского храма напротив собора сотни верующих. Многие приехали специально, чтобы стать свидетелями исторического события. Мы приехали из набережных Челнов. Специально? Специально. Для меня это вот как вот праздник. Мы из Воронежа. Понравился очень красивый город. И мы такой, скажем так, православный. Очень радует то, что православие здесь соседствует. Пять крестов освящает митрополит Казанский и татарстанский Феофан. Самый большой из них поднимают на собор с помощью крана. Высота храма 44 метра. Вместе с крестом на центральном куполе почти 49. Верующие стараются запечатлеть каждый момент. Мы показываем всему миру, как мы живем. Ведь нередко встают вопросы, как миросогласие, где рецепт. А сегодня прийди и виждь, когда мы здесь в Казани. Вот она, мечеть Польшариф. Вот мы раздвигаем крест. Воссоздаваемый собор Казанской иконы Божьей Матери – полная копия утраченного оригинала. В тех же габаритах и объемах до того, как храм взорвали в 1932 году. Восстанавливать начали два года назад по указу Рустама Мениханова. Каждый вид работ можно назвать уникальным. В стенах датчики для контроля уровня температуры и влажности. Привлечены специалисты из разных городов страны. Сейчас мы приступили к очень сложной работе. Это вопросы связаны с внутренними интерьерами. Проектные работы здесь идут не так легко и просто, как может быть хотелось бы. Еще раз хочу сказать, мы воссоздаем храм. И поэтому должно быть максимально исторической правды и справедливости во всем, в том числе и в интерьерах. Во время археологических работ здесь обнаружили пещерный храм. Его поставили на учет как вновь выявленный объект культурного наследия. Вскоре на соборе появятся наружные иконы. Остальные кресты установят в ближайшие дни. Собор Казанской иконы Божьей Матери исторически задумывался как пятиглавый собор. Пять куполов, один из которых возвышается над другими, символизирует Иисуса Христа. Остальные четыре – евангелистов. Планируется, что фасадные работы здесь завершат уже к ноябрю. По задумке, здание ночью будут освещать прожекторы. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин.